Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций «Введение в священное Писание Нового Завета». Тема «Классификация новозаветных рукописей. Рукописи на папирусе». Для того, чтобы изучать рукописи Нового Завета, очень удобно ввести определенную классификацию. Для того, чтобы, разделив на некоторые группы, заранее определить, какие могут быть характеристики той или иной группы. А по изучению рукописей каждой группы уже можно будет заранее знать, если рукопись к этой группе относится, чего можно от нее ожидать. Когда только рукописи вводились в научный оборот, то швейцарским ученым Иоганном Якобом Ветштейном была предложена самая простая система классификации по начертанию письма. Начертания всего два. Маюскульное, большими буквами, и минускульное, маленькими буквами. Соответственно, он в своем двухтонном издании Нового Завета, выпущенном в Амстердаме в 1751-1752 годах, и предложил делить рукописи на эти две большие категории. Для обозначения маюскульных рукописей он использовал заглавные буквы латинского алфавита, а для обозначения минускульных рукописей числовые значения, причем числа записывались арабскими цифрами. Эта классификация просуществовала более столетия до конца 19 века, когда немецкий протестантский библист Каспар Рене Григорий в годы жизни 1846-1917 предложил эту классификацию детализировать. Он предложил два критерия. Первый остался от Ветштейна, то есть способ начертания, маюскульное или минускульное письмо. Но в качестве второго критерия был предложен материал, на котором написана рукопись. Причем в качестве двух основных материалов рассматривались папирус и пергамент. И чисто теоретически можно было бы предположить, что все рукописи Нового Завета распадаются на четыре группы, потому что два критерия умножаются на два, получается четыре. Рукописи на папирусе маюскульные, рукописи на папирусе минускульные, рукописи на пергаменте маюскульные, рукописи на пергаменте минускульные. Однако рукописи на папирусе датируются только до седьмого века по Рождестве Христовым, а минускульное письмо появляется двумя столетиями позже в девятом веке по Рождестве Христовым. Таким образом, рукописи на папирусе, которые были бы написаны минускульным письмом, не существует. И поэтому одна гипотетическая группа вычеркивается. Остается только три группы. И вот поскольку эти три группы имеют каждой из них некоторую характерную особенность, то было предложено их называть следующим образом. Рукописи на папирусе, которые могут быть только маюскульные, стали называть именно так рукописи на папирусе или папирусные рукописи Нового Завета. На 2012 год в научный оборот было введено 116 рукописи на папирусе, которые содержат те или иные тексты Священного Писания Нового Завета. Далее. Рукописи маюскульные, написанные на пергамени. Их стали называть только маюскульные. И известны их на 2012 год 316 в научном обороте. И вот здесь очень важно не допускать ошибки. Потому что маюскульным начертанием могут быть написаны как рукописи на папирусе, так и рукописи на пергамени. Но маюскульные рукописи на папирусе называются папирусные, а маюскульные рукописи на пергамени. Не называются пергаменные, а называются маюскульные. И, наконец, рукописи, написанные минускульным письмом, прежде всего на пергамени, получили название минускульные рукописи. Их известно 2877. Однако в эту же группу минускульных рукописей попали и рукописи написаны на бомбицине, это особый вид бумаги, а также и на бумаге, потому что минускульные рукописи датируются вплоть до 17 века по Рождестве Христову. Таким образом были выделены три основные группы новозаветных рукописей. Первое папирусные, второе маюскульные и третье минускульные. Однако уже к концу 19 века исследователи стали использовать такой интересный источник для новозаветных рукописей, как лекционарий или греческое название апрокосы. Лекционарий или апрокос это текст священного писания, который написан не в том порядке, как его составили библейские авторы, разбит на отдельные зачала и эти зачала написаны в рукописи в соответствии с тем, как эти тексты читаются по богослужебному календарю. То есть могут идти в перемешку тексты, например, если это Евангелие из разных Евангелий, а если это послание, то из разных посланий. Так вот уже Грегорий вводит этот дополнительный разряд, эту дополнительную группу рукописей лекционарий и соответственно на 2012 год в научном обороте было 2432 рукописи лекционарий. Таким образом сегодня известно 5741 новозаветная рукопись и они датируются со II по XVII век по Рождестве Христовым. Рассмотрим отдельно каждую группу новозаветных рукописей, ее особенности и ее важнейших представителей. И конечно же первой такой группой являются рукописи на папирусе. Для их обозначения используется буква P латинская, но буква необычная в готическом начертании, а сверху этой буквы ставится индекс, который и является номером рукописи. К сожалению, эти индексы указывают не на древность рукописи и не на их значение для изучения священного писания. Эти индексы всего лишь показывают на порядок вхождения рукописи в научный оборот. Поэтому номер один это не означает, что данная рукопись самая древняя или самая значимая. Это говорит о том, что она раньше других была привлечена исследователями для текстологических целей. Большая часть папирусов была обнаружена в Египте, где они сохранялись благодаря сухому климату. Но предполагают, что далеко не все рукописи, которые найдены в Египте, были там и написаны. Скорее всего, часть сохранившихся и найденных в Египте изначально были написаны в других местах. Папирусы датируются периодом со II по VII век по Рождестве Христовым, написаны, как это понятно из условий классификации, маюскульным письмом. Число ранних папирусов со II по IV века по Рождестве Христовым Более 40, то есть более трети от общего количества со 116 рукописей. Четыре из папирусов датируются III и IV веками. Номера 12, 13, 18 и 22 и представляют собою фрагменты свитков, а все остальные это фрагменты кодексов. Когда исследователи имеют дело, например, только с небольшим фрагментом и непонятно, был он частью свитка или частью кодекса, то, как правило, смотрят, исписан ли этот фрагмент с двух сторон или надписи имеются только с одной стороны. Если с одной стороны, это верный признак того, что фрагмент был частью свитка. Если с двух сторон, то, вероятно всего, он был частью кодекса. Получается, что только четыре рукописи на папирусе были частью свитков, все остальные входили в кодексы. Но ни одна папирусная книга не сохранилась в полном объеме. В дошедших до нас папирусах представлен весь текст Нового Завета за исключением первого и второго послания к Тимофею святого апостола Павла. Наиболее сохранившееся Евангелие от Иоанна представлено в 22 папирусах и Евангелие от Матфея, которое представлено в 18. Можно выделить следующие семь важнейших для изучения Библии папирусов Священного Писания Нового Завета. Приведем их в порядке значимости, но не по возрастанию номеров. Папирус 52. Фрагмент наиболее древнего из известных на сегодня новозаветных манускриптов. Датируется примерно 125-м годом по Рождестве Христову. Его размер 8,9 см на 6 см. Он был приобретен на египетском рынке в 1920 году. Содержит стихи из Евангелия от Иоанна на лицевой стороне из 18 главы с 31 по 33 стихи и на оборотной стороне из той же 18 главы 37 и 38 стихи. Введение этого папируса в научный оборот произошло в 1934 году и имело решающее значение для окончательного привержения скептической теории новотюбингенской школы, популярной во второй половине 19 и в начале 20 века, которая утверждала, что Евангелие от Иоанна было написано очень поздно, в частности в конце 2 века по Рождестве Христовым. И хотя были богословские опровержения данной гипотезы, однако данное текстологическое, скажем так, материальное опровержение было очень надежным и очень веским. Если в 125 году по Рождестве Христовым в Египте переписывается рукопись Евангелия от Иоанна, то, конечно, какое-то время нужно было, во-первых, чтобы текст Евангелия стал известен в достаточно широком кругу лиц и дошел, копия дошла из Эфеса, где трудился он богослов, до Египта, что и занимает 15, 20, иногда 25 лет. И, соответственно, в таком случае дата написания Евангелия это самый конец первого или самое начало второго века по Рождестве Христовым, что однозначно и полностью соответствует церковному представлению о датировке Евангелия от Иоанна. Вот почему эта рукопись очень важна не только тем, что она самая древняя из рукописей на папирусе, но и тем, что она подтвердила церковное учение, церковную датировку четвертого Евангелия. Рукопись на папирусе 66 датируется не позже, чем 200 годом, имеет 52 листа, почти полный текст с первой по пятнадцатой главы Евангелия от Иоанна и ряд фрагментов следующих глав. Рукопись на папирусе 46 датируется примерно 200 годом, содержит в себе 86 листов и включает фрагменты посланий святого апостола Павла к церковным общинам, послания к римлянам, к евреям, первое и второе к коринфянам, к эфесинам, галатам, к филиппийцам, колоссинам, первое и второе к фессалоникийцам. Рукопись на папирусе 75 датируется также примерно 200 годом, включает в себя 51 лист, содержит большую часть текста Евангелий от Луки и от Иоанна. Рукопись на папирусе 45 датируется примерно 250 годом, включает в себя 30 листов, содержит фрагменты четырех Евангелий и книги деяний апостольских. Рукопись на папирусе 47 датируется также примерно 250 годом, состоит из 10 листов и содержит фрагменты книги Откровений. И, наконец, папирус номер 72 датируется примерно 300 годом, состоит из 36 листов, содержит первое и второе послание Петра и послание Иуды. В качестве особенности этой группы новозаветных рукописей, рукописи на папирусе, можно указать то, что тексты папирусов содержат немалое количество индивидуальных разночтений, которые сегодня, эти разночтения, можно обнаружить в соответствующих научных изданиях Священного Писания Нового Завета, о чем будет сказано чуть позже в другой лекции. Кроме рукописей на папирусе, двумя другими основными группами рукописей являются маюскульные и минускульные, которые также имеют и ряд представителей и свои собственные особенности. О них поговорим в следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok